Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Судей. И сегодня мы будем читать 14 главу этой книги. Здесь рассказывается о неудачной женитьбе Самсона на филистимлянке. Филистимляне, они были хамиты. В книге Батия, где перечисляются потомки хама, там об этом говорится. И пошел Самсон в Фимнаву и увидел Фимнави, женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, я видел Фимнави, женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Конечно, закон Божий запрещает такие браки. Но Самсон – это был такой своевольный человек. Своевольный. Хотя он был исполнен благодатью Духа Святаго, он был человеком с таким молодым характером, характером юноши, который все хочет делать по-своему. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин среди, между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных. Необрезанных, то есть не вступивших в завет обрезания. Завет обрезания Бритмила по-еврейски. И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. То есть вот как ребенок заходит в магазин с игрушками и говорит, вот эту купите мне. Ему говорят, да давай вот эту. Он говорит, нет, вот эту, мне понравилась она, вот я хочу только эту. И вот он ведет себя капризно, как такой немножко избалованный ребенок. Отец его и мать его не знали, что это от Господа. А что значит от Господа? Каприз этот от Господа? Нет, не совсем. Августин пишет, Бог никогда не попустил бы зла, не имея в виду и само зло превратить в добро. Вот в этом смысле это было от Господа. Отец его и мать его не знали, что это от Господа. И что он, то есть Господь, ищет случая отомстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. Это были вооруженные люди с железным оружием, то есть стальные клинки у них были, мечи, копья. В отличие от медного оружия, которое было у евреев, и то в ограниченном количестве. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев рыка идет навстречу ему. А кому ему? Самсон пошел с отцом и с матерью своей навстречу ему, то есть Самсону. Это тоже от Господа. «И сошел на него дух Господен, и он, то есть Самсон, растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал». То есть сначала мы прочитали, и пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев рыка идет навстречу ему. То есть в какой-то момент они разлучились. И Самсон действует один, ну может быть он отошел там по нужде или как-то еще в сторону. И вдруг лев, и он его растерзал, и не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел поговорить с женщиной, и она понравилась Самсону, то есть еще больше она им понравилась. «Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед». Такое происходит иногда. Пчелы пожирают плоть льва, и там у них как улей целый образовался. Он взял его в руки свои, то есть какую-то часть, и пошел, и ел дорогой. То есть не дохлого льва, это запрещено законом Божиим, а вот этот мед, который там образовался. «И ел дорогой, и когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей». Это тоже было запрещено. Вот мед он мог есть, а вот взятое от трупа, то, что прикасалось к трупу, считалось нечистым. Поэтому он и не сказал родителям. И пришел отец его к женщине и сделал там самсон, семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. А почему не сказано, что отец сделал пир? То есть самсон сам все это оплатил, чтобы не утруждать своих родителей. Этим подает нам пример. Потому что вступать в брак может только человек, который уже может себя обеспечивать. А если он сидит на шее у родителей и решил вступить в брак, какой ему брак? И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. Ну, это положено там друзей, дружков на браке. «И сказал им самсон, а это же филистимляне, загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в семь дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежды. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежды». То есть он решил еще заработать на этих «друзях», в кавычках «друзях». «Они сказали ему, загадай загадку твою, послушаем». «И сказал им, из едущего, а кто едущий, это лев, вышло едомое». То есть мед образовался. Потому что лев – это не едомое, льва нельзя есть. «И из сильного, изо льва, вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в три дня. Действительно, загадка сложная. «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». «В седьмой день сказали они жене Самсоновой, уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем тебя огнем, и дом отца твоего «Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» То есть обвинение такое серьезное. Они думают, что жена Самсона, она в сговоре с ним. Но это филистимлянка. Она напугана. И плакала жена Самсонова пред ним и говорила, «Ты ненавидишь меня и не любишь. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Она хочет выведать эту загадку, чтобы рассказать этим людям, чтобы они не сожгли ее и плюс ее родню, их дом. Кстати, слово «дома» означает «родня». Он сказал ей, «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе не разгадаю, и плакала она пред ним семь дней». Ну, есть мужчины, которые просто не выносят слез женщин, им становится реально плохо. Слез детей не могут просто этого видеть. «И плакала она пред ним семь дней, в которые продолжался у них пир». Ну, понятно, что не на пиру она плакала, когда они уединялись. «Наконец, в седьмой день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, и она разгадала загадку сынам народа своего. И в седьмой день до захождения солнечного, когда солнце заходит, день кончается». Это так на Востоке принято. Не в 12 ночи, а вот солнце зашло, все. Поэтому сказано в первой главе, и был вечер, и было утро. День другой. «И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане этого городка, что слаще мёда и что сильнее льва. Он сказал им, «Если бы вы не орали, то есть не пахали, на моей телице, то есть на моей жене, то не отгадали бы мои загадки». По сути дела он обвиняет её в неверности, потому что образы, которые он предлагает, это измена, сексуальная измена. Но это и есть блуд. Когда жена даже в мыслях изменяет мужу, это уже блуд. «И сошёл на него дух Господен, и пошёл он в Аскалон, и убил там 30 человек, филистимлян, снял с них одежды, и отдал переменные платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушёл он в дом отца своего, а жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нём другом. То есть не другом, а дружком. Это в кавычках. Это когда во время брака назначаются дружки. Не обязательно, что они друзья в таком настоящем смысле слова. Возможно, этот дружок и был тот, который пахал на его телиться. То есть она могла изменить не только, скажем так, духовно предав мужа, но и физически. Итак, сегодня мы окончили изучение 14-й главы книги «Судей». В следующий раз, если мы будем живы, мы будем читать 15-ю главу этой книги. Берегите себя. Спаси Христос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!